МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь-4 Гомель. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. Мозорский район – один из лучших в стране. По итогам работы в 2019 году он занесен на республиканскую доску почета. Если есть возможность помочь, нужно ее использовать. Выздоровевшие от коронавирусной инфекции стали сдавать плазму. Танцы, тренировки и учеба онлайн. Как пандемия меняет наш образ жизни? Все подробности этих и других событий жизни региона в ближайшие 26 минут. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мозорский район стал единственным в Гомельской области, который занесен на республиканскую доску почета. По итогам прошлого года в этом регионе не было ни одной отрасли, которая сработала бы с отрицательной динамикой. Впрочем, сдавать позиции здесь не собираются и в 2020-м. Подтверждение тому – рост зарплаты и перевыполнение ряда доведенных до района целевых показателей. Кроме того, наши корреспонденты, посетившие Мозори на этой неделе, обратили внимание на масштабные работы по благоустройству города, что позволит создать более комфортные условия для проживания. Победитель республиканского соревнования по социально-экономическому развитию определяется по нескольким десяткам показателей. А поэтому занесение на республиканскую доску почета – свидетельство того, что ситуация в районе действительно стабильная. В подтверждении несколько цифр по итогам прошлого года. Экспорт товаров – 135%, производство сельскохозяйственной продукции – 107%, инвестиции в основной капитал – 110%, средняя зарплата в промышленности – 1480 рублей, в сельском хозяйстве – 1087. Больше ставка делалась на создание новых производств, поэтому 51 организация была создана в районе, в том числе 18 организаций в производственной сфере. Все сферы у нас и направления в отраслях, все достигли положительных результатов, все сработали с чистой прибылью, с рентабельностью продаж хорошей, поэтому такого, чтобы уже какая-то сфера более отстает, нет. У нас положительная, хорошая динамика. Пожалуй, самые высокие показатели среди отраслей Мозырского района – в строительно-монтажном комплексе. В прошлом году здесь ввели целый ряд объектов промышленного назначения, в первую очередь современных молочно-товарных ферм. Сегодня строители завершают свою часть работ по реализации инновационного проекта по строительству экспортно-ориентированного завода «Топливных билет». У местного Мозырь Промстроя портфель заказов настолько обширный, что приходится привлекать сторонние организации. Этот год полностью сформирована программа, работаем и загружены более чем на 100%. Даже привлекаем помощников, потому что сами пока не в силах все выполнить. Мы уже работаем над формированием программы 2021 года. Одновременно с возведением промышленных объектов идет строительство жилья. В прошлом году в эксплуатацию сдали почти 66 тысяч квадратных метров. Для Мозырского района это немаленькая цифра. При этом квартиры в новых домах получила 261 многодетная семья. Среди предлагаемых вариантов для этой категории и двухквартирные коттеджи площадью 145 квадратных метров со встроенным гаражом и тремя сотками земельного участка. Это ноу-ха у мозырских строителей оказалось достаточно востребованным. У нас в тресте лежит более 20 заявлений на строительство. Но в связи с тем, что на сегодняшний день мы перегружены задачей строительства государственного жилья, то есть многоквартирного, временно эта стройка приостановлена. Но мы планируем буквально с июня месяца ее возобновить. Конечная цель, проводимая сегодня в Мозыре масштабной реконструкции – создание более комфортных условий для проживания. Причем одновременно с ремонтом дорог и реконструкцией зданий планируется завершить объекты, которые можно отнести к категории долгостроев. Пожалуй, наиболее яркий пример – спасательная станция «Освода». Строительство Мозырской спасательной станции было начато в 2002 году. В 2004 году строительство было законсервировано. И по решению Гомельского областного комитета в 2020 году строительство данной станции было возобновлено. Одновременно с Мозырским районом в целом, по итогам прошлого года, на республиканскую доску почета занесен также совхоз комбинат «Заря». На Гомельщине это сельхозпредприятие известно тем, что здесь первыми в области достигли десятитысячных надоев. Средняя зарплата более чем в 1300 рублей. Руководство предприятия уверено – положительные тенденции удастся сохранить и в этом году. К этой цифре 10 тысяч 110 литров молока на корову мы шли долгие годы и отрабатывали определенную технологию кормления, содержания, доения. Поэтому я думаю, что мы удержимся на этой цифре. У нас уже как бы технология отработана. Что касается нынешних итогов развития Мозырского района, то наиболее сложная, хотя и далеко не критичная, ситуация с экспортом продукции. 97% по итогам 4 месяцев. Объяснить это можно только временной потери связи с партнерами из-за пандемии коронавируса. Во всяком случае, по итогам первого квартала этот показатель превышал 110%. Среди других позиций – производство сельскохозяйственной продукции более 107%. Розничный товароборот – 108. И 22 созданных предприятия. Это тоже больше запланированного. И такие цифры, которые интересуют всех. За первый квартал средняя зарплата в промышленности и сельском хозяйстве выросла еще, соответственно, на 33 и 45 рублей. Зарплата в 1513 рублей на предприятиях и 1132 ВПК для многих других районов сегодня пока только желанная цель. От имени районного исполнительного комитета, районного совета депутатов я хочу поблагодарить всех руководителей предприятий, организаций, учреждений нашего города и района и их трудовые коллективы за достойный вклад в социально-экономическое развитие нашего города и района. Олег Сентюрова, Ольга Коновалова, Евгений Макенко. Новости недели. Вы смотрите Новости недели на телеканале Беларусь-4 Гомель. Мы говорим о главных событиях, уходящих 7 дней. Программа продолжит обзор от службы информации. 28 жителей региона воспользовались возможностью обратиться к помощнику президента Беларуси, инспектору по Гомельской области Юрию Шулейко. 12 мая он провел трехчасовую прямую телефонную линию. По каждому вопросу организуется проверка и дается письменный ответ. Подводя итоги, Юрий Шулейко отметил, что в основном обращения носят бытовой характер. И подчеркнул, что власти на местах должны детально вникать в ситуации людей и давать взвешенное поручение ответственным службам. Заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Назаров совершил рабочий визит в Добруш. Цель поездки – оценить ход подготовительных работ перед запуском новой картонной фабрики. Во встрече приняли участие руководство области, генеральная и областная прокуратуры. Строительство нового завода в Добруше стало настоящим испытанием. Множество подводных камней было на пути организации строительных работ, решения финансовых вопросов. Но настроение куратора в большой стройке оптимистичное. Эксперты уверяют, что аудит будет завершен в конце мая. Степень готовности картоноделательной машины составляет 60%. Нынешняя эпидемиологическая ситуация вынудила австрийскую компанию «Андритс» приостановить технические работы. Тем не менее, ситуация находится под контролем. Юрий Назаров оценил темпы работ как приемлемые. Ожидается, что все основные объекты завода будут введены в эксплуатацию к концу года. Первая в Гомельской области гидроэлектростанция построена и введена в строй на реке Ипуть в Добруше. Инвестиционный проект реализовало предприятие «Доб Гидроинвест». Согласно историческим источникам, первая отечественная гидроэлектростанция была построена в Добруше в 1899 году. Она обслуживала бумажную фабрику. Современная станция находится практически на месте своей предшественницы. Сейчас она третья в Беларуси и первая в нашем регионе. В течение часа от нее можно получать 450 кВт электроэнергии, которая затем подается в общую сеть Гомель Энерго. Соответствующий договор заключен сроком на 10 лет. Белорусская нотариальная палата освободила врачей от уплаты тарифа за их услуги. Речь идет о всех сотрудниках, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом. Чтобы попасть на прием, медицинским работникам нужно только предварительно записаться по телефону, а затем прийти в любую нотариальную контору. Также врачи могут получить бесплатную консультацию по телефону. Акция продлится до 30 июня. Кроме того, до конца мая нотариусы будут давать бесплатные консультации всем гражданам. Марафон добрых дел в поддержку медиков продолжается в регионе. Мозорьский НПЗ подарил 100 новых защитных костюмов работникам инфекционной больницы и станции скорой помощи. Производитель спецодежды – дочернее предприятие НПЗ – Биллфут. Сотрудники Следственного комитета Гомельской области оказали поддержку областному кожно-венерологическому диспансеру. Сейчас это учреждение перепрофилировано для работы с пациентами с коронавирусом и контактными лицами. Более 2000 защитных масок и 100 литров раствора для экстренной дезинфекции приобретены за счет пожертвований и членских взносов от Союза следователей. Мозорьский НПЗ подарил санитарно-эпидемиологической службе города генератор холодного тумана. С его помощью обрабатывается спецтранспорт. Благодаря поддержке предприятий также совершенствуется научно-исследовательская база службы. Так совхозкомбинат «Заря» помог с модернизацией лаборатории. На Гомельщине откроют еще три лаборатории для исследования проб на коронавирус. Сейчас в области их шесть. Четыре в Гомеле, одна в Мозоре и одна в Светлогорске. Они полностью загружены и проводят до полутора тысяч тестов в сутки. Новые лаборатории откроют на базе Центральной городской поликлиники Мозоре, Гомельского медуниверситета и частного медцентра в Жлобине. Большим плюсом станет и использование экспресс-тестов, которые уже поступили в Беларусь. Поисковая работа не просто долг поколения, живущих под мирным небом. Для педагогов это еще и хорошая возможность сделать урок истории максимально интересным для учеников. С такой мыслью создавал поисковый клуб «Алые погоны» учитель истории Гомельского кадетского училища Павел Денисенко. За шесть лет работы объединение обросло единомышленниками и авторскими проектами, а главное – десятками добрых дел. Более двухсот перезахороненных красноармейцев, более пятисот установленных имен и фамилий в свое время без вести пропавших бойцов. Более двухсот перезахороненных красноармейцев, более пятисот установленных имен и фамилий в свое время без вести пропавших бойцов. Вполне себе неплохие результаты для шести лет деятельности поискового любительского клуба. Да, результат хороший. И начинался он со смелого решения первого директора Гомельского кадетского училища Чиршковой Галины Константиновны. Потому что это было первого подобного рода объединение в системе образования республики. И это нужно было решиться и взять на себя определенную ответственность. Сегодня мы можем говорить, что уже целое поколение кадет, закончив наше учреждение, поступив в высшее учебное заведение, продолжает работу уже в вузах. Многие из них получили первые лейтенантские погоны и движение разрастается и увеличивается. Более 125 участников клуба уже живут и работают в нашей стране. Я, кстати, знаю, что не так давно вас назначили руководителем Национальной поисковой кадетской ассоциации. Это, наверное, результат многолетней работы и как большие дивиденды для нас. Потому что среди кадетских училищ мы были первыми открывателями такого поискового движения. Ну и Республиканский совет принял решение доверить, руководить уже общим движением страны именно мне. Есть опыт, есть определенные успехи. Поэтому вот такая новая должность. Павел Владимирович, а сейчас немного изнанки. Это всегда интересно и зрителям, и нам, журналистам. Поисковая работа. Все начинается с карт и архивов? Все начинается с зарождения интереса у подростка, потому что есть огромное количество гаджетов, игр, фильмов, которые притягивают внимание. Нам же приходится пробивать вот эту вот стену, либо какой-то кокон своеобразный, в котором живет подросток. Нам в кадетском училище сделать это просто, потому что специфика учреждения предусматривает то, что кадет в течение дня находится в учебном заведении без телефона. Поэтому мы действуем на их территории, предлагаем воспользоваться интернетом, компьютером, но не для того, чтобы развлечься, а для того, чтобы заняться полезным делом. Открытые архивы Министерства обороны Российской Федерации доступны каждому. И в этих архивах мы предлагаем найти не какого-то чужого героя, либо общеизвестного личности, а прадеда, прабабушку, которые в годы Великой Отечественной войны могли быть героями. У нас есть подросток, чей прадед единственный выжил из целого батальона морской пехоты, который во время попытки прорыва блокады Ленинграда по льду Чудского озера должно было выйти в установленный пункт и прорвать оборону немцев. Их накрыло артобстрелом, его взрывной волной выбросило на берег, несколько месяцев без сознания привели к тому, что домой уже пошла похоронка. Но человек выжил, стал инвалидом, казалось бы, мог бы опустить руки, но он вернулся домой, стал председателем колхоза и довел его до миллионника. А в Советском Союзе это был еще и трудогвой подвиг. И когда дети узнают об этом, они уже с удовольствием расследуют и узнают судьбы у других участников Великой Отечественной. Вот еще один пример, как учителю истории сделать свой предмет по-настоящему интересным, еще и полезным. Но сейчас не об этом, как происходят раскопки. А это правда, что далеко не все кадеты, даже при большом желании, могут быть допущены к этой работе? Еще буквально несколько лет назад такое вообще было бы невозможно, но нормативная база нашего государства постоянно меняется. Появилась инструкция специализированная в Министерстве обороны по взаимодействию с общественными организациями и гражданами. Поэтому мы получили такое право принимать участие в раскопках. Это первое, нормативная база. Второе, есть возрастные ограничения. 16 лет, только с этого возраста можно участвовать непосредственно в раскопках. Какие-то вспомогательные работы можно осуществлять и ранее, но непосредственно в раскопке это 16 лет. Ну и третье, это определенные знания, умения и навыки, которые мы должны обладать кадет для того, чтобы выйти в поле вместе с военнослужащими 52-го отдельного специализированного батальона принимать участие в раскопках. Только под контролем специалистов и преподавателей, экспертов. Эти профессионалы, это действующие военнослужащие специализированного батальона, которые обладают навыками саперов, которые обладают навыками поиска. Только под их руководством, только после того, как обследовано место раскопа на предмет взрывоопасных предметов, получаем разрешение приступить к раскопу. И любые другие варианты, они вне закона, и мы придерживаемся этих правил. И в завершение. Вашей деятельности здесь, в Гомеле, около 6 лет. Как объяснить тот факт, что за это время организация приросла десятками неравнодушных гомельчан? И речь не только про историков или кадетов, что особенно показательно. Это представители разных профессий, люди, которые любят историю, которые интересуются своей семьей, среди людей, которые помогают, которые учат нас. Потому что есть и те, которые обладают опытом больше, чем мы. Это и вальщики леса, это и сотрудники сельскохозяйственных организаций, это и системные администраторы, это и военные, и журналисты. Общая команда единомышленников позволяет нам достигать успехов. Цифры, которые прозвучали в начале интервью, ведь это очень кропотливый труд, 500 имен. Достигаются такие результаты, когда идет перепроверка документов современных паспортов захоронений с документами военного периода, 41-42-го годов. И из тысяч фамилий необходимо вычислить и доказать, что эти люди, позахороненные в этом захоронении, они пропали без вести и не затерялись в истории. Павел Владимирович, спасибо вам и единомышленникам за эту действительно полезную работу. До встречи в эфире. Благодарю. Спасибо. Переливание плазмы крови – один из методов помощи тяжелобольным пациентам с коронавирусом. На этой неделе Гомельский областной центр трансфузиологии принял первого донора плазмы с антителами – спортивного акробата Алексея Зайца. Кроме него в центр обратились еще двое жителей области, которые перенесли ковид-19. Вероника Гомзюкова узнала, кто может стать донором и что для этого нужно. Стать донором плазмы Алексею Зайцу предложили специалисты Гомельского областного центра трансфузиологии. Спортсмен сразу согласился. Он первый в нашей области, у кого обнаружили ковид-19. Спортсмен в составе национальной команды прилетел из Португалии. Тесты взяли у всех, однако положительный оказался только у гомельчанина. У меня выявили антитела, поэтому я решил, что могу помочь еще некоторым людям с тяжелой формой болезни, которая, возможно, даже лежит на искусственной вентиляции. Перед тем, как стать донором, Алексею пришлось сдать тест на антитела. Он проходит в несколько этапов. Сначала у донора берут пробы венозной крови и помещают в центрифугу. В центрифуге кровь разделяется. Тяжелые клетки крови оседают, а жидкая часть остается. Ее и используют для исследований. Одна капля сыворотки способна показать, сформировался ли иммунитет на ковид-19. Например, после Алексея пришли еще двое потенциальных доноров из Гомельского и Будокошелевского районов. Однако ни у одного из них тест положительного результата не дал. Одна полосочка, например, иммуноглобулин М. Это говорит об остром процессе, который у пациента. Могут быть полоски там, где иммуноглобулин G. Это говорит о том, что пациент переболел, и у него выработался антитела, и есть иммунитет. Либо могут быть иммуноглобулины М и G. Это значит, что еще есть процесс, но уже иммунитет как бы ответил на данную инфекцию. Отрицательное, когда мы на тесте видим только контрольную линию и больше никаких других полосочек. Непосредственно в день сдачи крови донора проверяют на отсутствие инфекции, а также определяют группу крови. Человек должен быть здоровым по всем показателям. Процедура длится немногим менее часа. От одного донора получают 600 мл плазмы. По факту человек вместе с плазмой теряет белок в организме. Он возобновится через 5-7 дней при условии соблюдения правильного питания. И через 2 недели процедуру можно проводить повторно. По заявкам организации здравоохранения для пациентов, которые сейчас находятся в состояниях на ИВЛ или же в средней степени тяжести, будут направляться плазма. Стать донорами плазмы могут люди, которые перенесли заболевание и полностью выздоровели. Как правило, с момента полного клинического и лабораторного выздоровления проходит не менее 15 дней. Среди других условий для доноров вес не менее 50 кг и возраст от 18 до 60 лет. После того, как они переболели, эти доноры у нас или пациенты реконволесценты, в плазме содержатся антитела. Есть два вида антител, которые вырабатываются. Это ранние и поздние, иммуноглобулины М и G. Иммуноглобулины М вырабатываются на 5-10 день. Иммуноглобулины G чаще вырабатываются на 15-е сутки чаще. Одно из направлений лечебного эффекта заключается в эффекте пассивной иммунизации. Это не панацея, но в комплексе лечения ждем эффекта. В Гомельском областном центре трансфузиологии заготавливают цельную кровь, плазму и концентрат тромбоцитов. В год здесь получают около 23 тонн крови. Ежемесячно центр посещают более тысячи доноров. Работа продолжается и в условиях эпидситуации. Стать донором может каждый. При этом один человек, который решился на это благородное дело, спасает жизни четверых. Вероника Гамзюкова, Игорь Морищенко, Евгений Макеенко. Новости недели. Для одних – катастрофа или как минимум резкое снижение прибыли. Для других – открытие для себя новых возможностей. Пандемия изменила жизнь буквально каждого из нас. Множество сфер – от образования до культуры – из оффлайна устремились в онлайн. Например, школьники могут заниматься дома под виртуальным контролем учителей. Такую работу организуют как учебные учреждения, так и просто инициативные люди. Хотите уделить внимание стиле дочки или обучить ее танцам – коронавирус и тут не помеха. С теми, кто рискнул и не прогадал, встретилась Марина Джалая. Егор Савин учится в девятом классе. Из-за пандемии в школу не ходит. Сначала занимался сам. Учителя сбрасывали задания. Что-то делал, чего-то нет. А сейчас начало занятий ждет даже с радостью. Для этого в определенные часы по расписанию нужно включать компьютер, открывать Zoom и в очень удобном формате видеоконференции учить математику, английский или физику. Такой эксперимент на своих детях обкатали две гомельские предпринимательницы Оксана Шевченко и Элифтина Новикова. Теперь волонтерский проект могут принимать буквально любого белорусского ученика от пятого до десятого класса. Изучать можно около десяти основных предметов. Причем дети в зависимости от уровня знаний распределены по группам. Самое сложное, говорит Элифтина Новикова, было найти учителей. Мало кто сходу соглашался работать онлайн. Все происходило очень быстро. Вот у нас прошел первый урок, первый день. И тут же нужно второй день, второй урок. То есть мы заполняли расписание вот каждый день. Мы тут же стали как бы искать следующих учителей для того, чтобы вот этот следующий день и следующий, и следующий прошел. То есть мы понимали, однозначно нам нужна физика, математика, языки. Сложнее всего было найти учителей русского и белорусского языка. Половина учащихся Гомельской школы социального предпринимательства моментально сообразила, что к чему и ушла в онлайн. Пандемия ограничила их в одном, зато предоставила бесконечные возможности в другом. Расширять свои проекты и выходить с ними далеко за пределы Беларуси. Предприниматели, у которых не существует каких-то барьеров, которые мыслят очень широко, они сразу же понимают, что онлайн дает возможность вывести свой бизнес далеко за пределы нашего города. И вот эту возможность, если вовремя рассмотреть, то бизнес достаточно быстро можно раскрутить, поставить налоги и сделать устойчивым и эффективным. Татьяна Лукомская одна из тех, кто буквально за несколько дней перевел свою деятельность в онлайн. Изначально ее проект «Имидж школы для девочек» и задумывался как интерактивный. Но потом гомельчанка арендовала помещение и начала обучать будущих леди офлайн. Переходя в онлайн-режим, надобность в аренде постоянного помещения отпала сама собой, не говоря о том, что это достаточно дорого. И тем самым мы отказались от помещения, сэкономили. Несмотря на то, что мы сократили стоимость обучения для родителей, мы на 25% снизили стоимость. Тем не менее, мы сейчас справляемся даже с этой суммой, потому что, наверное, так было бы более честно и в отношении родительских доходов поступить. И вторая проблема, с которой мы серьезно столкнулись, это сокращение детей. Дети все-таки стало учиться меньше у нас девочек, чем было. И это связано с двумя основными причинами. Первое. Мы сами вынуждены были отказаться от младшей группы, потому что представить, как 6-7-летние девочки самостоятельно занимаются онлайне, это сложно. Поэтому здесь мы сами пошли на такой шаг. А с другой стороны, не все родители поддержали эту идею. Часть родителей отказались от онлайн-обучения. Кто-то посчитал это неэффективным, кто-то невозможным. Но и с другой стороны, их тоже нужно понять, потому что мы все разные, и мы по-разному рассматриваем, смотрим на вопрос наличия технических средств в жизни ребенка. Вплотную занялась онлайн-деятельностью руководитель студии современного танца Татьяна Кудровец. Девушка уже 10 лет учит детей и взрослых танцевать. Стрит-шоу, экспериментальная хореография, джаз, поп. В общем, все самые популярные направления. Пандемия вынудила групповые занятия остановить. Теперь Татьяна записывает каждый урок пошагово и отправляет своим ученикам. А те присылают видеоотчет. Процесс видеосъемок, подготовка к домашним заданиям не так уж и сложный. Просто прикрепляем наш телефон к штативу. Включаю видео вот сюда, отхожу. И для начала мы будем разбирать это все медленно. Связки по отсчет я буду рассказывать поэтапно. Потом отдельным уроком снимаю видео под музыку. Так, в принципе, все и проходит. Скидываю это все ученикам, ребятам, их родителям. И уже в домашних условиях они это все изучают. И потом присылают мне обязательно видеоотчет. Маша Емельянова в студии танца 4 года. Говорит, что очень скучает по занятиям в зале. Но бросать тренировки не собирается. Выполняет все задания руководителя и ждет, когда можно будет встретиться с Татьяной Кудровец и подружками лично. Пока же нужно выучить элементы хип-хопа. Сложно без тренера, когда она не рядом, а где-то далеко заниматься? Нет, когда хороший тренер, тогда интернет хорошо. А Татьяна хороший тренер? Конечно. А какое направление тебе нравится больше всего? Хип-хоп. Сложно? Я уже привыкла за 4 года, мне хорошо. А скажи, что самое сложное в таком обучении? Когда через интернет. Ничего сложного нет. Просто если есть желание, то можно танцевать. Танцы это мое любимое хобби. Я всегда тренируюсь, просто на полную выкладываюсь. Мне это в кайф. И всем тоже советую заниматься. Наверное, всех героев сюжеты объединяет главное. Они хотят во что бы то ни стало заниматься делом, которое для них – смысл жизни. И те преграды, которые неожиданно появились на их пути, помогли стать сильнее и узнать, какой огромный потенциал заложен в каждом человеке, если он не собирается отступать от своей цели. Марина Джалая, Павел Антонов, Новости недели. И на этом у меня все. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.